Человечеству нужны архивы, чтобы оценивая себя вчерашнего, измениться завтра. Азербайджанский писатель и журналист Эльчин Сафарли. Субтитры создавал DimaTorzok История музея – это прежде всего история его коллекции. Историческую память хранит архив. В музее Херсонес-Таврический существует собственный отдел, в котором работают пятеро сотрудников – хранители архивных коллекций. Они работают с живыми историческими источниками. Прежде чем стать частью архивной коллекции, документ проходит несколько этапов обработки. Сначала хранители изучают его визуально, затем проводят научную экспертизу, которая включает в себя тщательный просмотр и внимательное изучение текста документа. Затем сотрудники архива определяют документ в соответствующий фонд, присваивают ему свой уникальный инвентарный номер и заносят документ в книге учета. И уже после этого он заносится в картотеку, описывается и переносится в архиво-хранилище. Но при этом он не становится мертвой частью истории, а многократно возвращается в руки исследователей для научных изысканий и архивистов. Они следят за состоянием документа и при необходимости реставрируют. Постоянное обращение к источникам делает архив живым и активным участником развития современной исторической науки. Херсонанский музей-заповедник Херсонанский музей-заповедник – это один из немногих музеев, в котором есть свой собственный научный архив. А это около 6 тысяч дел, около 9 тысяч чертежей и богатейшая фотонеготека, которые выделены в отдельные фонды. В них нашли свое отражение история археологических раскопок Херсонеса, история создания и развития экспозиций, а также научная и просветительская деятельность музея-заповедника. Архивная коллекция музея формируется с 1888 года, с начала постоянных раскопок Херсонеса Императорской археологической комиссии. Первым заведующим раскопками был назначен Карл Казимирович Костюшко-Валюжинич, который со временем возглавил созданный им музей – склад местных древностей. Подробные отчеты о раскопках с приложением фотографий, планов, эстампажей, оттисков рельефных изображений на бумаге и рисунков он составлял в двух экземплярах. Один отправлял в Императорскую археологическую комиссию, второй оставлял у себя. Он также собирал вырезки из газетных статей о Херсонесе, аккуратно заполнял и хранил финансовые документы. Все эти материалы составили основу архивной коллекции музея в конце XIX – начале XX века. За всю свою жизнь Карл Казимирович написал 16 томов отчетов, сопроводив их 20 томами полевых описей предметов. Архивное отдело номер один представляет собой рукописный отчет в Императорскую археологическую комиссию, составленный надсмотрщиком за раскопками Карлом Казимировичем Касюшко-Валюжиничем. Это небольшое по объему дело, всего 50 листов, и в нем содержится подробный отчет об археологических раскопках, а также описание предметов, найденных в это время. Именно эта коллекция станет основой музея, который создаст Касюшко-Валюжинич в склад местных древностей. С тех пор прошло уже почти 130 лет, и количество отчетов выросло до нескольких сотен томов. Однако каждый исследователь все равно возвращается мысленно к самому первому отчету в 1888 год. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Херсонесский музей был закрыт. Архивная коллекция в 25 ящиках вместе с фондовыми предметами была эвакуирована в Харьков. Там, в библиотеке Харьковского университета, она оставалась и в годы Гражданской войны, вернувшись обратно лишь в 1924-м. Через год директор музея Константин Эдуардович Гриневич назначил заведующим архивом отдельного человека, научного сотрудника Григория Дмитриевича Белова, который впоследствии занимался исследованием северного района Херсонесса. Именно он открыл знаменитую базилику 1935 года раскопок, символ Херсонесса. А через некоторое время уехал в Петербург и возглавил античный отдел крупнейшего музея Советского Союза – Государственного Эрмитажа. Научный архив музея вместе с фондами и библиотекой был эвакуирован во время немецкой оккупации Севастополя в 1941 году. Все архивные материалы были упакованы в три ящика, а богатейшая фототека, которая насчитывала около 7 тысяч негативов, была помещена в 20 ящиков. После освобождения города научный архив вернулся обратно. Именно поэтому он имеет такую огромную историческую ценность. В истории каждого музея есть такие посетители, которыми он может гордиться. Первый посетитель Херсонессского музея оставил свою подпись в книге 9 августа 1892 года. За первые пять лет работы музея запись о своем посещении оставили 12 561 человек. Для сравнения, сегодня Херсонесский музей-заповедник обслуживает в летний период до 10 тысяч человек ежедневно. В книгах одни посетители просто оставляли роспись, другие расписывались, указывая свой титул, ранг, чин, социальное положение. Третьи, помимо росписи, писали о своих впечатлениях. Немало знаменитых людей побывали в Херсонессе. Это императорские высочества и члены их семей, профессоры архитектуры, академики, ученые, издатели, литераторы, а также специалисты в области истории и археологии. Регулярные визиты в Херсонесс совершали личное императорское высочество и его ближайшее окружение. И благодаря их пониманию роли Херсонесса в мировой и отечественной истории удалось сберечь, сохранить и приумножить его богатство. Коллекция автографов в архиве Херсонессского музея – это живая история музея-заповедника, в которой отражалась и история всей страны. Президент России Владимир Владимирович Путин также неоднократно бывал в Херсонессе, о чем хранит память одна из последних книг посетителей музея-заповедника. Херсонесс – живое воплощение братства украинского и русского народов. Эту запись президент оставил 28 июля 2001 года, когда прибыл в Херсонесс на освещение Света Владимирского собора. Вторая по численности коллекция научного архива Херсонесса – это уникальное собрание фотонеготеки. Около 90 тысяч негативов, столько же фотографий и контрольных отпечатков периода 1888-2007 годов. С 2007 года фотоархив музея существует уже в электронной форме. Первое упоминание о сделанной для отчета фотографии относится к февралю 1889 года. Как сообщает финансовая ведомость, неизвестный сегодняшним исследователям фотограф сделал два снимка восковых слепков. Это были слепки терракотовых головок, найденных в 1888 году в мастерской античного скульптора и получил за них 6 рублей. Должность штатного фотографа появилась в музее несколько позже. На нее был определён штабс-капитан Севастопольского крепостного батальона Вадим Николаевич Рот. Поэтому первые фотографии в музее были сделаны на заказ владельцами городских фотоательей либо по личной инициативе директора музея. Негативы выполнены на различных носителях, плёнке разных форматов и на стекле. Первые негативы, хранящиеся в архиве музея-заповедника, это негативы на стекле. Коллекция стеклянных негативов может быть отнесена к особо ценному фонду. В XIX веке, когда фотография была не предметом искусства, а скорее роскошью, у музея появилась возможность делать снимки объектов, находок, археологических раскопок с помощью современного на тот момент фотооборудования. Благодаря стараниям директора Херсонецкого музея Карла Казимировича Костюшкова-Люжинича. Субтитры создавал DimaTorzok Фидогородище, его отдельных памятников, рабочих и лично производителя раскопок, а также найденных вещей, всё это запечатлено на хрупких стеклянных пластинах, хранящих память о первых годах жизни музея. Их общее число в архивном собрании музея составляет более 10 тысяч единиц. Большая часть негативов имеет размер 13 на 18 сантиметров. Почти все они сделаны в конце 19-го, начале 20-го века. Правда, некоторая часть негативов на стекле была сделана в 40-е и 50-е годы 20-го века, когда в условиях послевоенной разрухи в музее отсутствовали фотографические пленки. Бережное отношение к фотографии рождало удивительные формы сохранения снимков. Многие из них собирались в альбомы, рассказывающие об отдельных периодах в истории музея. Настоящим сокровищем архивной коллекции можно назвать 20-килограммовый альбом на 48 листов, оформленный в твердую обложку с золочением страниц на торце. За скромным названием приложения к отчету скрывается потрясающий по величине и оформлению альбом, который включает около 500 фотографий, рассказывающих о раскопках Северного берега в 1931 году. На них запечатлена хроника археологических работ, фотографии раскопок и предметов, жанровые снимки. Они позволяют представить объемы и динамику экспедиции, начатой 85 лет тому назад и открывшие один из живописнейших районов Херсонеса. Несмотря на развитие фотографии, обязательным элементом фиксации раскопок в археологической практике остаются чертежи. Это планы и разрезы раскопов и погребений, стратеграфические профили. Абсолютной редкостью для Херсонеса является чертеж 1844 года, на котором изображен план Херсонесского городища. На нем были обозначены три церкви, раскопанные еще в 1827 году, оборонительные стены Херсонеса, несколько колодцев и цистерн, а также несколько насыпей, скрывающих под собой жилые кварталы города. Каждый этап исследования Императорской археологической комиссии сопровождался планами и чертежами. Уникальность этого чертежа состоит в том, что он относится к более раннему периоду, когда исследования Херсонеса проводились бессистемно. И задача, чтобы не превратить Херсонес в арену кладоискательства, была возложена на Одесское общество истории древности, которое вело раскопки до Императорской археологической комиссии. К концу XIX века уже было понятно, что чертежи должны выполняться непосредственно на месте проведения работ и максимально точно воспроизводить все мельчайшие детали, в том числе взаимное расположение слоев и сооружений и их отношение к высотным отметкам, состав, структуру и окраску слоев, наличие грунтовых, залистых, угольных и иных пятен, распределение находок, условия и глубину их залегания, положение костяка и вещей в могиле. Комплектование чертежного фонда продолжается и в настоящее время. Современные археологические исследования сопровождаются чертежными работами. Делаются обмеры, составляются планы раскопанных участков, зарисовки найденных памятников и артефактов. Благодаря этим материалам мы наглядно видим, как Херсонес из Тера Инкогнито превращается в исследованный археологический памятник в настоящую же мчужину отечественной и мировой древней истории. Сегодня научный архив музея – это особенная самостоятельная структура, в задачи которой входит сохранение, учет и использование документов. Важнейшая задача любого архивиста – сохранить коллекции. С одной стороны, архив открыт и доступен для исследователей. С другой стороны, безоглядное использование документов также губительно, ведь создается угроза уничтожения этих ценнейших материалов. Компромисс нашли в создании страхового электронного фонда. Для того, чтобы вывести из повседневного обращения ветхие и хрупкие документы, но и дать возможность исследователям работать с такими материалами в электронном виде, документы оцифровываются и сканируются. Информация заносится в базы данных. Для создания страхового фонда архивных документов в музее-заповеднике существует лаборатория по оцифровке, где с помощью сканеров производится сканирование архивных материалов. Оцифровке подлежат и дела документного фонда, и негативы, и чертежи. Процесс оцифровки включает в себя несколько этапов. Это подготовка объекта к оцифровке, непосредственное сканирование и обработка в графическом редакторе полученного изображения. Это позволяет использовать полученный электронный архив в научно-исследовательской и издательской деятельности музея-заповедника. На сегодняшний день научный архив музея-заповедника оцифрован лишь частично. Это преимущественно старые негативы начала и первой половины XX века. Отдельные чертежи и дела из фондов первых директоров музея. Полученные в ходе сканирования образы архивных документов нередко становятся главными героями многочисленных выставок на стендах музея и виртуально в сети интернет. Это еще раз доказывает, что научный архив не закрыт для рядового посетителя и прикоснуться к живой памяти музея можно, придя на очередную выставку. Общение с источником делает людей отзывчивее и чувствительнее к современной истории, а архив делает это общение возможным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok